Честное, в семье отец сильно пьет, потерял работу, у него много эгоизма и гордости. Я, как сын, могу помочь ему пробудить разум и пробудить интерес к самопознанию. Нет, не можете, как сын. Мать и младший брат страдают, очень хочу помочь семье, особенно отцу. Вы знаете, на самом деле вы не семье и отцу хотите помочь, вы себе хотите помочь. Каждый человек хочет быть счастливым. Если отец пьет, допустим, семье плохо, тебе же тоже плохо, правильно? Правильно. Поэтому ты и хочешь помочь отцу, чтобы не пил, чтобы быть счастливым. Надо себе в этом признаться, понимаете, в этом причина основная. И когда вот у тебя такое желание горит отцу помочь, чтобы быть счастливым, тогда ты ему никогда не поможешь. Потому что в этом случае надо сначала себе помочь, быть счастливым, независимо от того, пьет кто-то или нет. Если ты вообще хочешь кому-то помочь, надо сначала научиться быть счастливым, независимо от ситуации. Потому что помочь можно только своим счастьем. Если у тебя счастье больше стало, чем, допустим, у всех остальных, то ты тогда будешь жить в этой ситуации счастливо, несмотря на то, что все остальные вокруг страдают. Это значит, что ты можешь помочь. Потому что ты не зависишь от этой ситуации, ее сильнее. Если ты сам страдаешь от ситуации, значит тебе надо себе сначала помочь. А вот сначала научись жить так, чтобы тебя это не трогало. А потом уже это будет передаваться близким людям, и их сердца тоже будут меняться. Но когда это произойдет, ты заметишь одну удивительную вещь. Когда ты станешь сам, независим от ситуации внутренней, и счастливым, независимо от того, что люди близкие грешат, ты заметишь, что тебе станет их жалко. Что твоя ненависть и злоба к ним пройдет. А у тебя появляется к ним снисходительность, заботливость и чуткость. Несмотря на то, что они грешат, ты будешь чувствовать в них хороших людей, которые запутались. И это значит, что у тебя есть силы им помочь. Когда у человека есть силы помочь, он не осуждает человека, а он переваривает его психические проблемы и прощает ему, и пытается ему помочь. Осуждения нет в этом случае. Так должен действовать сын по отношению к отцу. Он должен переваривать его грехи и пытаться помочь. Потому что, воистину, грехи отца являются признаком проявления твоей прошлой жизни. Ты был точно таким в прошлой жизни. И поэтому тебе показывают картинку, как не надо жить. Когда ребенок видит, как ведут себя родители, это картинка, как не надо жить, которая пришла к нему с прошлой жизни. От его прошлых действий. Картинка эта пришла. Наши родители нам показывают нашу прошлую жизнь. Чтобы мы ему поучились и со стороны посмотрели, как не надо жить. И мы думаем, фу, какие плохие у меня родители. Нет, это твоя плохая прошлая жизнь. Они показывают тебе картинку твоей жизни просто и все. Надо ее принять, эту картинку. Скажите, пожалуйста, как правильно поступать в ситуации, когда муж и жена расписались, но еще не поменчались. Мы очень хотим дать клятву перед Богом, но с детства мы покрещены в православной традиции, а сейчас нам стала очень близкой ведическая традиция. В какой традиции и как искать духовного человека, который совершит обряд? Первое, что вы должны сделать. Вы должны сходить в православную церковь и по законам православной церкви помечаться, повенчаться там. Для чего так надо сделать? Для того, чтобы вам понятно было, что Бог это не проститутка, которую можно туда-сюда пихать. Если ты в православной церкви всю жизнь был, оставь свое сердце возле Иисуса Христа, полюби Его, дай Ему свою любовь и благодари Его за то, что Он тебя вел по жизни. Если тебе интересна какая-то другая духовная традиция, изучай ее. Но если ты чувствуешь, что ты, изучая другую традицию, теряешь любовь к Христу, это значит, что ты Бога как проститутку воспринимаешь. Бог, Он во всех духовных традициях есть. Если ты любил Бога как Христа, люби дальше. Зачем отказываться от этой любви? Это же кощунство. Вот если ты сможешь любить Его там, тогда ты сможешь полюбить Его в любой другой традиции. А если ты не сможешь так сделать, тогда ты придешь в другую традицию и точно так же поступишь с этой традицией. Разницы никакой нет. Потом тебя еще куда-нибудь потянет. Потому что это значит, что ты к Богу относишься очень поверхностно, несерьезно. Поэтому сначала надо поменчаться в православном храме, а потом посмотреть на свою жизнь. Если есть вкус другой духовной традиции, это не проблема. Можно Богу молиться одновременно в двух традициях. Это не проблема. Однако же, если ты попрал вкус свой, который уже у тебя был с Богом, это означает, что ты попрал свою жизнь. Бог не любит таких прыжков. Могут ли веды объяснить, что такое призрак? Например, видны на проявленных фотографиях видео. Ну, духи это просто люди в тонком теле живут. Ну, что тут призрак? Мы так любим всему придавать слишком большое значение. Я когда в Иваново лекции читал, господин Зейдонис вот здесь вот должен стоять, куда-то убежал. Он приехал в Иваново лекции, вы слушаете, такой городок маленький. Там сидело три бабушки такие на лекции. И три таких бородатых мужчины такие сидели. Слушали, как Ленина в октябре. Очень внимательными. Такой маленький провинциальный городок. Я не знаю, что меня это занесло. Там лекции читал. Несколько человек ходило. Маленькая комната. Господин Зейдонис из Риги приехал туда. Я был очень удивлен. Приехал и тоже слушал вместе с ними. Так вот, мы там в этом городе жили в квартире, в которой два месяца до этого убирала бабушка. Мы об этом узнали от тех людей, которые нам сдавали. И они были честны и сказали, вы сможете жить? Я говорю, да, какая разница, все нормально. Мы очистим эту квартиру, бабушка будет счастлива. Вот. Но бабушка очень любила свою квартиру. И она не собиралась оттуда сматываться. Я об этом узнал чуть позже. В одну ночь я спал. И когда человек открывает глаза ночью, первую секунду он остается... Во сне мы видим тонкое тело. Когда человек открывает глаза, первую секунду он продолжает видеть тонкий мир, а только потом включается в грубый мир. Так бывает во сне. Мы открываем глаза и во сне, и с открытыми глазами видим тонкий мир, продолжаем видеть. И я открыл глаза и увидел, как бабушка топает мимо меня в соседнюю комнату. Самым свободным шагом. Деловым. Я испугался. Неожиданно для меня была бабушка какая-то. Вот. Я потом понял, что это бабушка. Ну, как бы я сразу-то не понял, что надо как-то уважать хозяина квартиры. Вот. Я начал хлопать вот так вот. И она дернула и пробежала сквозь стенку в соседнюю комнату. Я дальше лег спать. Попросил прощения у бабушки, лег спать. Потом понял, что произошло. Ну, вот и все. Призрак. Это не призрак, это бабушка, которая два месяца назад бегала по квартире в своем грубом теле, теперь бегает в тонком теле. Вот и все. Зачем придавать это? Так много значения. Сэр, а кто это воет? А кто это мяукает там на поле? Кошка Баскервилли. А кто это там воет? Собака Баскервилли. А что это за зловещая тишина? Кто издает эту зловещую тишину на поле? Рыба Баскервилли. Смешно? Вы относитесь как призрак. Вы относитесь к этому попроще. Какой призрак? Просто человек в тонком теле живет и все. Чего вы так паритесь по этому поводу? Вы когда сексом с кем-то ночью занимаетесь, в это время как раз приходит вам в гости такой товарищ. Они могут принимать форму как бы того человека в уме, на котором вы думаете. На самом деле человек же сам не приходит к вам сексом позаниматься в тонком теле, а приходит дух какой-то, который его замещает, по совместительству работает. Потому что им тоже сексом надо заниматься как-то в тонком теле. Поэтому они приходят по ночам. И в это время вы не говорите «призрак». Просто сексом занимаетесь с ним и все. Так надо принять, нормально относиться к этим живым существам. Не обязательно с ними сексом во сне заниматься, но относиться надо к ним пониманием, что вот всякие формы жизни есть, бывает в тонком теле. Надо их бояться, думать что-то там плохо о них. Ну откуда я знаю, что там у вас летает-то? Может летучая мышь какая-то летает, нет? А? А, сами летаете? Это нормально, я тоже летаю иногда. Я, когда был в 10 классе, я занимался по Кастанеде. Ну я изучал Кастанеду, занимался по нему. Конечно, я понял потом, что это глупость большая. Но я, тем не менее, имел какой-то опыт, приобрел. То есть я что делал? Сначала по его как бы наставлениям я начал во сне пытаться поднять голову. Тяжело было, но я поднял. Ну то есть на тонком плане голову. Потом я тренировался во сне, тренировал себя. Сначала себя узнал во сне, научился узнавать. Потом начал поднимать голову, поднял. Потом я сел во сне, научился садиться. Сел. Потом я встал во сне, научился вставать с постели. И вот так я тренировался месяцами, такая у меня была решимость. И потом я научился подпрыгивать, и, наконец, я взлетел в тонком теле, начал летать. Причем я видел все пространство, квартиры своей, все. И мне так понравилось, я начал вылетать через окно, я на девятом этаже жил. И думаю, как классно, я не падаю. И так летал на девятом этаже. Потом я начал залетать в соседние, это было ночью, в соседние квартиры смотреть, кто как спит. Естественно, что я ничего не соображал, начал использовать уже то, что достиг. Потом этого мне оказалось мало. Я начал пугать всех, кто спит в тонком теле. Я залетаю, так, уаааа. И все это продолжалось до тех пор, пока я не подлетел к одной бабушке. Маленькая бабушка такая щупная, спала. Я решил ее напугать, сердце подсказывало, что не надо. Я решил напугать. Я ее напугал, она проснулась и так меня перекрестила. Все способности пропали после этого. Пытаюсь делать, ничего не получается. Помогла бабушка избавиться от проблем. Потому что когда человек начинает такой жизнью жить, в следующей жизни он будет жить как дух. Раз он такую жизнь принял, ему понравилось, значит все. Поэтому бабушка спасла меня, такой несчастной судьбы. Правильно. Как меняется карма человека, сменившего свой пол? Карма не меняется, пол меняется. Карма остается в том поле, в котором была. Но человек начинает новую карму нарабатывать. В том поле, в котором он был, у него есть карма, ему надо ее отрабатывать. То есть если мужчина должен ответственность брать и все прочее, а он ходит как девочка, новую карму копит. В следующей жизни он родится девочкой уже, как мужик будет. Опять пол придется менять. Когда человек рождается таким вот двуполым, это означает очень тяжелая карма личной жизни. Почему? Потому что когда, допустим, человек становится настоящим мужчиной, в следующей жизни он рождается настоящей женщиной. Когда он не может вести себя как настоящий мужчина и становится очень женственным по природе, ему надо стараться быть мужественным. Но если он не хочет стараться и идет по этому пути, то рано или поздно придет момент, что когда он начнет сексом с мужчинами заниматься. И таким образом в следующей жизни он уже рождается мужчиной, у которого уже сильно хочется заниматься сексом с мужчинами. У него создается такая психическая структура. Это означает очень тяжелая судьба, но преодолимая. У меня есть один знакомый в другом городе, который подошел ко мне, честно признался, что у него такая тяжелая судьба. Мы с ним выработали программу, как жить дальше. Я ему сказал, вот так-то, так-то. Ему сказал, никаких половых отношений с мужчинами, ни с женщинами, ни с птичками, ни с кем. Все, целебат полный. И он начал соблюдать целебат. Несколько лет. Просто отказался от половых отношений. И он признался потом, через несколько лет, что уже слабее, но все равно тянет не к тому, кому надо. Я ему сказал, следующий шаг. Из чувства долга взять себе жену, начать заботиться о ней и как бы менять свои представления о счастье. И он так сделал. И у него меняется. То есть, ну, практически все уже. То есть, он уже чувствует себя нормально, полноценно. Вылечил себя, понимаете? Сильный человек. Ну, мало кто. Сейчас люди с такими проблемами, они пытаются утвердиться в обществе. И себе право жить, как они хотят, утверждают. В Америке у них уже есть полное право. Они без штанов. Там ходят, там есть русский район в Лос-Анджелесе. И они там с демонстрацией без штанов ходят. Свои права защищают по улицам раз в год. Совсем сумасшедшие люди. Им правительство разрешило это делать. От этого карма не улучшается, к сожалению, от такого поведения. Почему у сына девяти лет обидчивый характер? Как помочь ему? Как маме и папе работать над собой? Если мама считает себя выше папы и ведет себя, доминирует над ним, и ведет себя жестко с ним и командует, берет на себя ответственность, а отец принимает такую судьбу, значит, сын родится обидчивым, а дочь гневливой. Они поменяются местами, будет развиваться неправильно, как наказание. Поэтому женщина должна смиренно относиться к мужу, слушаться его, а муж должен ответственность брать над женой. Тогда сын станет мужественным в этом случае. Муж постоянно придирается к сыну, 21 год, он его во всем раздражает. Как вести себя жене в этой ситуации? Если женщина не слушается мужа, то сын будет не слушать своего отца. И это вызывает страдания у отца, он начинает его раздражать, он злится. Как жене помочь? И жена от этого тоже страдает. Как ей помочь? Начать слушаться отца, у сына тоже поменяется по отношению к отцу, он тоже начнет к нему прислушиваться, и постепенно ситуация разрешится, сгладится. Если мужчина видит, что женщина не хочет слушаться, и ситуация рушится в его жизни, он должен проявить твердость и решимость. И внутренней твердостью и силой мужской он должен поставить жену на место. Он должен твердо, очень решительно с ней себя вести, сражаться с ней, военными действиями завоевать уважение к себе, не позволять ей вести себя с ним так, чтобы она унижала его при детях. Он должен твердо вести себя, но с любовью. Твердо означает не позволять. То есть жена, допустим, начала грубо себя вести, надо ей ответить очень твердо, внутренне сильно, и наказать ее, если она продолжает так себя вести. Ну, со своим поведением, не бить там ее как-то, посчитать ее наказанной, лишить ее ласки, любви, заботы и так далее, отстраниться от нее, наказать. Так мужчина вырабатывает чувство собственного достоинства. В какой-то момент он становится сильнее женщины, и она смягчается тогда, она уступает ему. Женщина склонна уступать в какой-то момент, но не сразу, она будет сражаться до последнего. За право быть мужчиной в семье. Где-то говорят, что женщина так воспитывает мужа. Она грызет сук, на котором сидит, до тех пор, пока он не станет железным, крепким, чтобы его уже не перегрызть. Тогда она успокаивается. Или пока она его не перегрызает и падает с этим суком перегрызанным в пучину своих страданий. Женщина разбывает берега. Мужчина как берега, женщина как река. Она размывает все время. Пытается подорвать авторитет мужа и потом так рушит свою судьбу. Потому что женщина разумно этого не делает. Она старается мужа воспитывать, но при этом не рушит его репутацию, авторитет, чтобы самой не пострадать. Скажите, пожалуйста, если муж во всем идеален, заботлив и относится к жене как к святому в своей жизни, но один раз изменил. Жена его воспитывала, отдалилась, ушла на время. И когда мужчина искренне раскаялся, осознал свою ошибку, тогда жена его простила и вернулась. Как должна поступать жена, если такая ситуация повторится? Вы знаете, проблема-то здесь не мужа. Вот муж относился по божественному женщину, уважал ее, ценил. Хороший муж? Хороший. Почему изменил? Потому что жена плохая. Мужчина изменяет, если жена его не любит. Мужчина нуждается в любви. Ему нужна любовь. Женщина является источником любви. Поэтому она может любовью обмениваться с кем угодно. Она может даже с подружкой почирикать и обменяться с любовью. Она может с детьми это делать, с тещей, в смысле с мамой, с кем угодно. В том числе и с мужем. А муж, он не является источником любви. Он заимствует любовь у жены. И если у него любви не хватает, он сильно страдает таким образом. Ему нужна любовь от жены. Поэтому обязанность жены давать любви мужу столько, чтобы он был удовлетворен в жизни. Но если она совсем не дает ему любовь, очень гордится собой, потому что он считает ее богиней, она тоже себя считает богиней. Все классно. Результат какой. Он в нехватке любви ломается, потому что есть женщины, которые чувствуют нехватку отношений с мужчиной и готовы на все. Женщина без мужчины готова на все. И если она видит, что мужчина, женщины очень сильно просекают мужчин, которым не хватает любовь. Они прям вот очень сильно просекают их. И начинает им глазки так раз, раз. И он пошел, 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 пошел. Раз, прыг в постель. Все, привет. Если жена не дает любовь, что мужчине делать? Надо понять, почему она не дает любовь. Потому что мужчина не ведет себя по-мужски. Он не вызывает доверия, уважения. Не вызывает верности, не вызывает того, что женщина хочет отдать любовь. Ну, то есть, надо мужчиной стать. Надо заботиться о женщине. Надо ответственность взять за ее жизнь. Надо уважать ее. И так далее. Много чего надо. Мужские есть же обязанности тоже, не только женские. И тогда женщина рассмекает и начинает давать любовь. Это уже мужская тема, понимаете? Когда мы говорим про мужчин, мы говорим, что мужчинам надо делать. Когда мы говорим про женщин, мы говорим, что женщинам надо делать. Нет такого, что мужчины все хорошие, женщины им не дают любовь. Нет, мужчина тоже есть ошибки, почему жена не дает. Но это уже мужская проблема, а не женская. Если женщина думает о мужских проблемах, а мужчина о женских, тогда счастья не будет в семье. Вы думаете о своих проблемах. Я же говорю об этом не для вас, а для женщин. А вы записываете, да? Моя жена не дает мне любовь. Так, записал, чтобы не забыть. Нет, я не для вас это говорю. Вы записываете то, что вам надо в лекции. Скажите так. Сколько раз можно так прощать? Очень много раз можно так прощать. И нужно много раз прощать. Воспитывать, чтобы муж не решил, чтобы может изменять бесконечно. И жена все равно вернется. Знаете, я вам одну вещь хочу сказать. Вы в полной иллюзии находитесь. Вы просто поймите, что просто так человека судьба не наказывает. Если муж изменил, значит, вы в прошлой жизни сами изменяли своему близкому человеку. Или уже в этой жизни. И просто примите это как наказание судьбы. Если вы так принятие, вы не будете выпендриваться перед своим мужем дальше. Изменил, значит, я наказан. Не надо ему об этом говорить, конечно. А то ему понравится. Вот. Наказывать. Надо просто понять внутри себя, что произошло. Что достоин, то и получил. И так поняв это, настрой изменится. И к мужу будет лучше отношение, ласковее, заботливее. Надо с одной стороны наказать его за то, что он изменил, а с другой стороны дальше надо сделать вывод и начать уже с любовью относиться к нему, чтобы он больше не думал о других женщинах, его не тянуло. Но поймите, что мужчина изменяет иногда без своего желания. Если ему в семье любви не хватает, он начинает сильно страдать. У него есть выбор. Три варианта. Первый вариант. Уйти с ушами в работу и дома не показываться. Там пыскать любовь. Второй вариант. Спиться. И третий вариант. Изменить. Четвертый вариант. Уйти в монахи. Глубого искать любви. Видите, все варианты для женщины не очень приятны. Поэтому надо просто понять, что надо выполнять свои обязанности, тогда муж не будет изменять. Как можно охарактеризовать молодого человека, который порвал отношения с друзьями, родителями, родственниками, ушел в монастырь и предался Богу, аргументируя, что вне храма все материальный мир, полный иллюзий и страданий. Является ли он малодушным по отношению к своим обязанностям? Не трогайте этого молодого человека. Если он так считает, это очень хорошо. Не думайте, что он всю жизнь в храме останется. Если он так ушел в храм, значит, ему нужно там чему-то научиться. Несомненно, его хорошим вещам там научат. Надо просто ему в храме пожить какое-то время. Это его судьба. Конечно, он малодушный человек, без сомнения. Потому что, чтобы уйти в храм, надо благословение сначала заслужить у родственников, чтобы они тебя благословили, а не просто пнуть всех под зад и уйти в храм. Нет, так неправильно уходить в храм. Надо получить милость сначала от близких, а потом уже уходить. Они должны осознать, отпустить тебя с добрым сердцем, благословить. Ну, так или иначе, ушел в храм. Это неплохо. Мужчине вообще для того, чтобы созреть, нужен целебат. Хотя бы каким-то образом. Нужен целебат. То есть нужно отречение от женщин хотя бы на какое-то время. Если, допустим, молодой человек, с 17 до 20 лет, отрекшись от женщин, развивается в аскетизме, в аскезе, ну, живет в храме, допустим, там, занимается духовной практикой только, то знайте, что он постепенно очень сильно созреет, как мужчина. Как только он созреет, как мужчина. В храм ведь не только мужчины ходят, правильно? Как только он созреет, как мужчина, девушки рядом с ним начнут расцветать. Как только они будут его видеть, от них будет исходить чудесная сила, сияние, счастье и любви. Знаете, хоть ты в храме живешь, хоть не в храме. Когда от девушек такая сила исходит, сердце твое постепенно начинает таять. И придется признаваться в любви и жениться. И будет нормальный потом парень. Женился, значит, жена его заставит работать. В храме он уже жить не будет. Она его скрутит, бараний рог, скажет, иди работай, прожениться. Все, она его родину любить научит. Не волнуйтесь. Поэтому пускай живет до поры до времени в храме. Не думайте, что он там надолго останется. В храме остаются только очень серьезные люди. А серьезные люди так в храм не уходят. Они по-другому туда уходят. Совсем по-другому. Если человек ушел в храм таким образом, это значит для него как санаторий. То есть он просто учится жизни там, становится зрелым мужчиной. Как только созреет, его кто-нибудь сапает. Не волнуйтесь. Долго такие люди в храме не остаются. Два, три, четыре года и все. Но зато каким человеком он потом там станет. Потом созреет, станет очень ответственным, серьезным человеком. Это хорошо очень, что он ушел в храм. Это хорошая новость. Хороший вопрос. Спасибо, спасибо за все, за ваше наставление. Увы, пройдет всего каких-нибудь 30-40 лет. И большинство из сидящих в этом зале окажутся в мире ином. Могли бы вы как-нибудь так устроить, чтобы мы и в будущей жизни могли вместе с вами двигаться к Богу под вашим чутким руководством. Сорок лет спустя. Зал такой. 2060 год. Рига. Продолжаем наши беседы о семейных отношениях. По многочисленным просьбам. Вы должны понять, что человек не управляет своей жизнью. Есть такая наука. Вот будут приезжать сюда буддисты, они вам расскажут, как это работает. В ведах описано, что есть о определенном уровне святости человек может с помощью своей мистической силы заставить себя воплотиться в следующей жизни для того, чтобы опять людям давать знания. Но это очень высокий уровень развития разума. Понимаете, на высоком уровне развития разума человек может, способность такую имеет, чтобы так воплощаться. Веда описана... Ну, не веда, а в истории существует такой интересный пример. Я уж не помню, в каком городе, в Южной Индии, есть небольшое селение, в котором стоит храм. И слышали, да, эту историю? И в этом храме живет один священник, святой человек в тонком теле. До сих пор там живет. И он сказал своим ученикам, что я буду давать вам наставление в течение ближайших 500 лет. Ну, оставаться в тонком теле и продолжать давать вам наставление. По своему желанию он так решил. И когда во времена британского правления британцы захватывали территории, индусские, как бы делили между собой, то на территорию этого храма пришел один управляющий британский и сказал, кому принадлежит этот храм. И священник сказал, что храм принадлежит такому-то, такому-то человеку. И он говорит, я хочу у него забрать этот храм, я хочу с ним поговорить. Он говорит, тогда, пожалуйста, пройдите внутрь храма и поговорите с ним. Он прошел внутрь храма. И говорит, здесь такой-то человек. Голос ему сказал, да, я здесь. И тот сказал, вот я хочу у вас взять храм, там туда-сюда. Он говорит, ну, у вас ничего не получится, потому что я в ближайшие 500 лет здесь буду оставаться в этом храме, и вы никак меня отсюда не выгоните, и поэтому вам надо идти, другое место себе найти, что взять. И он говорит, а с кем я, собственно, разговариваю? Я могу вас увидеть? Он говорит, нет, не можете, потому что я в тонком теле. И он начал бегать по храму, искать не нашел никого, страшно перепугался, короче. Пошел назад, говорит, с кем я говорил? И тот ему рассказал, что там был духовный учитель, жил вот столько-то лет назад. Теперь он в тонком теле, нам проповедует. Он испугался и убежал из этого места, больше не приходил. Вот, поэтому это очень сложно. То, что вы просите у меня, чтобы не только себя воплотить в следующей жизни в Риге, но и всех остальных, весь зал как бы, ну это только Бог может так делать. Вы его попросите. Как драгоценные камни уменьшают влияние планет? Они не уменьшают влияние планет, они его перенаправляют. То есть они, драгоценные камни, работают как призмы, которые, вот знаете, солнечный свет фокусируют, такие кристаллики, точно так же действуют драгоценные камни. Если правильно подобрать драгоценный камень, он хорошую энергию в человеке усиливает планеты, а плохую энергию уменьшает. И таким образом нейтрализуется плохое влияние планеты, на этом этапе карма не реализуется. Это не значит, что она отрабатывается камнями. Нет, просто она не воплощается в жизнь. Бывают такие ситуации, когда человек от кармы должен умереть или сильно заболеть. И для этого существуют драгоценные камни. Если человек сведущий в этом знании, он ставит камни, и у человека карма не реализуется. Он при этом должен заниматься духовной практикой, отрабатывать эту карму, так он выигрывает время. Это примерно можно, знаете, с чем сравнить? Что, допустим, идет война, и войско оказалось малочисленным по отношению к противнику. Их мало, а противника много. И мудрый мое начальник, ну, он принимает решение отступить. Он отступает к основной части войска и потом большими силами уже нападает. Понимаете? Точно так же при сильной болезни человек должен поступать. Он не должен сейчас отрабатывать карму. Он должен отступить, полечиться, а потом очищать свое существование уже большими силами в здоровом состоянии сражаться с своей судьбой. Вот так действует камни. Если человек использует камни для того, чтобы наслаждаться, как мне одна написала. Спасибо вам, Олег Геннадьевич. Я вылечила сердце, теперь я могу пить пиво, и у меня оно не болит. Даже от трех литров пива сердце не болит. Думаю, пожалуйста, полечил. Спасибо. 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 Спасибо.